тогда может быть наиболее приближенные уличного театра различные перформанс такие как выступления буси рай прамика это возможно как это или пробивание допустим мошонки я про это очень много думала опять же что подразумевать под уличным театром наверное да наверное да к сожалению да потому что сейчас настолько разумы сами границы норм и что у меня вот здесь вот это я позиционирует у меня а это вхождение в реальность но были по-моему это акт агрессии это ну как пришли пришли к тебе в дом нет пришли к тебе в дом ломились да не мошонку отпустирают они пришли в чужой дом нет ну нет да че скажи вот у тебя есть дом да вот мы сидим сейчас вот сюда кто-нибудь на ломки въедет вот-вот ну и чё я считаю что не бы да да здесь такое двуличие мне кажется здесь двуличие да но вы же но это фактически ну подожди дай сказать вы это же вопрос да они вырываются в твой дом бьют там тебе мору там что-то изгадили и сказали это перформанс на нафиг он мне нужен да это перепереди на грань то есть есть все равно какие-то рамки вот что такое псевдоигровая агрессия это когда грубо говоря две обезьяны друг друга щекочет считается что вообще смех от щекотки произошел груминг если я вам ненавистно вы меня боитесь я щекочу вы мне дадите по башке и мне не подпустите к себе щекотать друг друга могут только люди которые хотя бы дружественно настроены хотя бы какой-то такой вот и можно кстати даже вот будет смешно или весело это то же самое понимаете то есть человек но это более как бы он идет изначально не щекотать а причинять боль вот смотри вот пример такой жизни знаешь ну под видом щекотки да вот я очень люблю куда мне будет допустим я вот на день рождения у Сереги лежал такой ну все я ковыгал начал меня буддить там пойдем вставай и я выголову вот то есть ну как это молодец молодец друг друга ну это можно чуть-чуть реакция сюда за щекотки ну это да ну все это театр или это нет это уже другое это за щекотки ну конечно это вопрос о этике поэтому карнавал это тоже он намаженный этический факт нет формула одна в карнавале никто никого не убил никто никого не расстрелял не сжег и вообще все живы и счастливы даже несмотря на обильное выпитое количество обильное все за знаков идет на наращение только все они на знаками то есть если никого нет это значит еще плохой ниндяк плохой карнавал нет это маскарад скорее маскарад это защита это защита это не слияние это фига мне как у тебя вот я масочку одел вот там масочка дай на масочку вот сейчас мы с таким масочкой оденем дай маску дай маску вот там в комоде вон вон ну вот и вот все в таких масках как бы а ничего не происходит это нам Алик привез а куда Алик привез эту маску с тобой свет ну в общем да вот все в такими родами сият и все поэтому тема такая актуальная на этой оптимистической ноте да всем мыться очищать хотел напомнить еще очень много клоунов вообще в робку культуре например Ивана Хламу истин абсолютно вообще просто отлично а Егор Летов тоже клоун своего рода группа ноль группа ноль частиков частиков это вообще просто они все ну это много нужно об этом говорить просто да причем в робку культуре ну вот а потому что хоризм она рождается тоже от ну причем это и не робку культуры которая зарождалась именно в 80-е годы а панк-рок так же тут мочек огромное количество вот здесь панк-рок тоже тоже хой тоже ну например мне кажется что группа секс-пил да секс-пил с Жабалдиной это своеобразно у нее своя манера изложения кстати вот насчет рок-рэп батл и так далее вот Сергей Шнуров явный пример да в последнее время тоже вроде и клоун шут и в то же время я думала про него очень много кстати мне он почему-то мне казалось что он очень косил все время и косит под Чистякова я не знаю почему есть определенное сходство да но чем отличается Чистяков например от Шнурова как бы ну если сравнивать их двоих вот что есть у Чистякова чего нет вообще что я сейчас не уложила вполне себе ну я понимаю такой вопрос очень сложный сложный надо подумать как на него ответить правильно но однозначно вот если что какая-то неуловимая энергия я не знаю тоже как с чем ну вот шнуров меня не клоун энергия подачи не энергия подачи даже энергия вообще ну вот трансляции подачи нет там есть какая-то вот ипортирующая маска скорее вот у Шнурова ипортирующая то есть вот эти маски а Чистяков он парадоксалист он весь парадоксалист не ислитель абсолютный абсолютный мыслитель все его песни как я лишился своего имени там я не помню все песни это гениальный совершенно это какие-то открытия и в то же время парадоксы и они комичны одновременно там трагикомизм и там масса всего это трогает вот а здесь я не вижу чтобы это было у них изменены состояние сознания более одного алкоголя другого наркотического если вы сейчас слышали Чистякова вот сейчас слышали он не изменился в своих песнях у него крайний альбом совершенно другой я знаю что он другой но по сути все равно у него по сути парадоксальный парадоксальный ассоциальный мышление это 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 он уехал где метрально противоположный но он там все равно можно уезжал уезжал давайте по частику это новая дима это новая дима да да человек и кошка я гонщик ты тормоз сейчас я найду и такой вопрос еще я бы все таки хотелось вас услышать вы считаете каждого себя чуть-чуть вот лично 100% лично я это самое интересное а почему а потому что в этой жизни смотришь вообще на людей все ходят заунывные вот всем что то не нравится все ноют да блин проблем у каждого хватает на самом деле в личном плане в финансовом плане еще что то ну по этой жизни нужно как то искать и позитив потому что например маска клоуна помогает ну иногда иногда сложный разговор гораздо понятнее и проще составляется вот в костюме клоуна ну или вот под соусом клоуну клоуна может поправить меня в том плане что клоун можно создать такую вот нейтральную полосу для общения там у каждого свое восприятие у каждого свое образование а здесь ты как бы параллель такую легкую провел ну такой как у нас называется нейтральные воды да вот эта вот полоса нейтральных вод и вот как-то в эту стезю всех перетянул и все и можно общаться и наваживать какие-то контакты решать какие-то вопросы скажите ну вообще формулировка корнавал это нейтрализация ну о чем я сначала говорю нейтрализация да то есть здесь нету хорошего плохого вот просто тебя принимают и тебя и как и все пошло потом все пошло и ты все изменяешь вот мне кажется что клоун он меняет среду вот он ничего не делает скажем так есть две жизни а клоун выступает посредником между ними медиатор да медиатор определенный то есть ты живешь одной жизнью там у тебя вторая а он наложит коммуникацию между ними да а включая маску клоуна ты как бы вот получается что из одной жизни ты втекаешь во вторую то есть вот субкультура байк культура и вообще жизнь получается что мы живем двумя жизнями то есть одна жизнь это дом там что-то семья и что-то такое другая жизнь это то что мы живем мотоциклы там поездки что-то другое включая маску мы как бы одно другое пытаемся совместить и чтобы это не конфликтовало то есть получается что вы все четко понимаете когда вы включаете какую-то маску то есть вот я что-то говорила говорила оказывается что как бы все прекрасно этот механизм знают внутри когда он включается все в абсолютно темперамент это все такая реакция это нормально почему-то не знаю прямо сейчас вспомнилась легкая шутка но мастеровка это не совсем масло что такое и смех и грех это не совсем масло кто-то может ответить что такое смех и грех вот ребят вспомнилась легкая шутка что такое смех и грех это когда жена изменяет склоунов да типа того да это было сутки за 300 я понял ну ставь точку все все ставлю точку идем все идите идите все в баню в баню в баню спасибо а кстати мы утюгом так и не воспользовались без провода без провода для вербального для вербота среди до утра можно было разговаривать до утра да а те никто не мешает к вам любит до утра я всегда говорю